Я сразу предупреждаю, что спецкульпты, наверное, вы уже слышали, это не готовая работа, это скорее такая тренировка насчет того, насколько быстро вы умеете схватывать формы, насколько вы быстро понимаете, какие детали главные и т.д. и т.п. То есть обычно я выделяю себе, грубо говоря, полтора-два часа и сажусь скульптить. Я сделала специальную модельку, чтобы показать примерно, какого результата мы будем добиваться. То есть я взяла того же художника, немножко другую работу. Но, в принципе, вы получите примерно тот же результат, если будете идти по шагам, плюс-минус. Давайте начнем сначала. Возьмем сферу, вытащим ее. Сегодня мы будем делать не эту девочку, а вот такую прекрасную плавную осу. Как уменьшить базовый шар? Можно, конечно. Смотри, тут есть вот сверху кнопочки Scale, Move и Rotate. Move – это мы двигаем, соответственно. Scale – это мы уменьшаем. Есть два варианта. Сейчас мы отключим сначала симметрию, чтобы она нам не мешала. Есть, собственно говоря, два варианта. Ты можешь потянуть вот за этот квадратик желтенький и увеличивать, уменьшать. Есть еще более продвинутый, но он как бы с довольно хитрой штукой через такую выдвигающуюся полосу. Мы ее сегодня использовать не будем. Смотрите, мы работать будем суперстандартными кистями, чтобы никого не затруднять, чтобы не нагружать себя по количеству информации. Все их можно найти вот здесь. Я буду комментировать их название, конечно, но если вдруг что, не стесняйтесь задавать вопрос. Если вы не знаете, как вытаскивать иконки, то, наверное, особо не буду установить. Но здесь в preference есть конфигурация, да. И можно нажать, собственно, вот эту кнопочку и начать перетаскивать иконки. Смотри, чтобы начать в режиме спидскульта, здесь у тебя будет отжата эдит. Его нужно нажать, чтобы оно, собственно говоря, у тебя сработало. И я советую нажать первоначально симметрию, чтобы мы могли первоначально сделать суперсимметричное изображение. Потом мы сможем, конечно, его сделать менее симметричным, более интересным. Но начинать лучше с симметрии. Не знаю, как другие, но я люблю сначала прямо набросать какие-то суперпростые формы, которые, собственно говоря... Ничего, лоускинные вопросы – это самые важные вопросы. Если тебе на них не ответить, то это не очень хорошо. Также мы изначально будем работать в режиме Dynamage. Его можно включить, дайте-ка вспомнить, в геометрии. Вот он здесь включается. И, в принципе, мы можем им скульптить. Опять же, его можно вытащить на панельку. У нас, кстати, есть очень хорошие подсказки в группе ВКонтакте. Можно их прямо оттуда выцепить, если найти по забражу. Давайте потихонечку начнем и постараемся вытянуть из нашего потрясающего шара лицо девочки примерно по форме. То есть мы не будем ей делать шею, потому что она у нас будет спрятана, скорее всего, в портнике. Это нам не потребуется. Мы просто вытянем такую симпатичную мордашку. Пока что не задумываюсь немного так сильно о суперважных пропорциях. Я хочу набросать главные части, которые у нас есть на нашем потрясающем референсе. То есть голова у нас чисто теоретически готова. Что у нас еще здесь есть важного? Это воротник. Воротник я хочу добавить через аппенд. Это больше всего похоже на цилиндр. Мне так кажется, я так думаю. Мы его можем, в принципе, спокойно поскультить сначала стандартными вот этими скейлами, чтобы особо не заморачиваться. И немного подогнать под нашу девчонку. Если оно что-то не устроит в будущем, то в принципе мы можем это потом исправить. Я пока оставляю его в более-менее централизованном атмосфере, в центре, чтобы оно потом было хитростно изменено. То есть мы просто его устанавливаем, чтобы оно было примерно где-то попадало в ширину лица нашего персонажа. То есть чтобы вот так чип-чик тоже проверяем, что по ширине. Если тебе не хватает полигонов, ты можешь проверить сетку вот здесь. Ну то есть сейчас у меня включена эта штука, сейчас у меня включена здесь. Можно включить ее здесь. Также можно шифтом, если зажать, сглаживать поверхность. Возможно из-за этого она у тебя тоже немножко недосглажена. То есть если ты зажмешь control и приведешь, потянешь, то у тебя перейдет, оно пересчитает сетку в динамеш. Цилиндр можно добавить, зайти в sub-tool, append и здесь выбрать цилиндр. Можно добавлять здесь не только цилиндр. Здесь есть куча полезных штуковин. Мы сейчас не будем на них останавливаться пока. Главное сейчас посмотреть основные кисти, с которыми мы можем работать и что-то делать. Вернемся к лицу. Воротник мы пока оставляем. Мы намечаем его как присутствующее лицо. И давайте, наверное, разберемся с другими большими элементами. Это очевидно уши, волосы и шапка. Я предлагаю идти прямо по слоям. Попробуем сделать уши. Уши мы сделаем очень легко. Мы воспользуемся маской. Чтобы сделать маску, нужно сажать опять же control и нарисовать там, где нам нужно, затемнение. Но чтобы это затемнение сработало, это я, наверное, на щитах искренне рисовала, чтобы затемнение сработало, его нужно инвертировать. Мы нажимаем control и нажимаем на свободное пустое место. Тогда у нас выделение становится правильное. То есть мы будем работать уже с теми вещами, которые я замаскировала. Не замаскировала. Вот. И вытягиваем где такие смешные антенны. Пока что это похоже на такого робота. И если зажать control и опять же потянуть, маска у нас пропадет. Можно шифтом опять же начать это сглаживать. Можно пересчитать сетку. Как вам удобно. Тут работа сейчас идет на, я бы сказала, интуитивном уровне. В этом нет ничего такого. Можно начинать как удобно. Если удобно наскульчивать стандартным, то можно это сделать и стандартным. То есть тут тоже ничего такого нет. Далее я хочу поработать кистью move и постараться сделать уши более приемлемой формы, я бы сказала. Они такие инопланетно странные. Они у нее довольно забавненькие такие, торчащие. Повторюсь, мы пока не добиваемся прям супер какой-то схожести, не добиваемся какой-то похожести. Просто добавляем парочку элементов, которые нам понадобятся для проработки. То есть вот пока что такого результата нам более чем достаточно. Потому что сейчас мы добавим волосы, нам нужно будет разобраться с ними. И после этого мы уже пойдем дальше. У нас уже получились уши, лицо, сколько еще вообще вариантов. Также можем на этом этапе чуть-чуть подвытянуть переднюю часть лица. Передать ей тоже какую-то интересную форму. Опять же повторюсь, если вам удобнее работать на этом этапе не с move, а со стандартным, то, пожалуйста, это прекрасно. Можно работать и со стандартом, можно работать и... Мне просто больше нравится move, потому что это, ну, не обязывает тебя какому-то... Вообще действую, просто вытягиваешь, сидишь, шевелируешь немножко. Нос пока у нас тоже чисто схематично. Можем наметить, где у нас будет, грубо говоря, рот. Опять же, все пока чисто. Так, у нас пока картофель на низкую, но все изменится, я обещаю. Также можно наметить глазные впадины. Тут тоже есть, я бы сказала, небольшая хитрость. Некоторые вставляют глаза, некоторые не вставляют, чтобы потом получить более реалистичный объем. Мне нравится вставлять глаза, но опять же, это спецкульт. Если вы хотите наскульпить их и не заморачиваться с этим, то это тоже ваше решение. Далее у нас тут, наверное, волосы, и я предлагаю их также сделать маской, потому что это будет проще всего на самом деле. Поэтому давайте это сделаем. Тут нам нужно будет выключить симметрию, когда мы будем рисовать челку, потому что челка у нас асимметричная. Пока что мы можем маскировать, Ctrl 5G. Маск сделаем спокойненько. Симметрично, потому что, в принципе, у нас вся голова симметричная, кроме этой несчастной челки. Мы это все замаскировали. И идем в трансформ. Отключаем симметрию ненадолго. И свинчок. Опять же, примерно можно не особо заморачиваясь. Пока все все понятно, все молчат. Я думаю, скультят, надеюсь. И тут, смотрите, экстракт, он находится у нас прямо вот здесь под табличкой с обтулами. И, в принципе, его не надо выносить, когда вы будете собирать собственную панель. Мне просто нравится иметь его под рукой, потому что это ускоряет очень много действий. Также, когда вы нажимаете экстракт, помните, что он у вас не применяется автоматически. Вам нужно обязательно нажать применить его, чтобы получить результат. Можно увеличивать здесь фикс толщину, что мы, наверное, и сделаем, чтобы получить более объемные волосы. То есть, если вы делаете что-то тоненькое, брови, то, в принципе, это делать не нужно. Мы экспортируем волосы. Как вам нравится, убираем выделение, опять же, контрол, провести мышку, чтобы снять маскирование. И смотрите, какая тут штука. Сейчас, если мы начнем просчитывать динамешем, эту всю историю с волосами, то у нас будет не очень красивый край. Поэтому я предлагаю пойти в деформейшн. И вот здесь в поле можно потянуть, и оно очень красиво закладывается. Это очень удобно, потому что, когда мы будем пересчитывать, у нас сразу будет гладкий край, который, собственно говоря, нам прекрасно очень пригодится. Далее мы идем. Экстракте чего? Экстракте чего мы? Не знаю, может, я быстро делаю. Просто хотелось бы сделать хоть что-то хорошее за время. И еще вам приятно что-нибудь рассказать, чтобы было что поделать, было что изучить. О, на волосах-то и вообще недалеко. Все вообще отлично. Далее мы обратно включаем. Автоматическую симметрию. И тут мы опять же берем кисть move, потому что она мне больше нравится. Если вам нравится стандартам, то все прекрасно можно делать и стандартиком. То есть, если вам нравится скульптить, к примеру, волосы, вытягивать вот из такого типа, то вполне можно прекрасно это делать. Я буду делать, как мне сейчас удобно. Опять же, сколько... У вас может, кстати, появиться свой собственный набор кистей, который вообще никакого отношения не будет иметь к тому, что показываю я сейчас. И мы, собственно говоря, делаем, опять же, пока что суперпримерно какие-нибудь прикольные косички, которые вам нравятся. Если вам не хватает объема, если вы хотите сделать косички покруглее, здесь есть прекрасная кисть Inflate, которую можно воспользоваться. Она раздувает вот так вот ваши объекты. Будьте аккуратны. Если у вас очень тонкие объекты, она может сделать очень странные эффекты с какими-то, я бы сказала, перевернутыми... перевернутыми геометрией, прямо вдавлены друг от друга. Polish, он находится вот здесь, в Deformation. Вот самая первая строчечка. Экстракт у нас находится прямо под саптулами, вот здесь, вот внизу. Ну и как раз причина, почему нам можно было... Как раз от дыр от VT-Namesh избавиться уже довольно сложненько. Если у вас появилась дырабная меш, это значит, что вы использовали очень тонкую деталь. Чтобы ее, собственно говоря, поправить, можно поправить, попробовать раздуть Inflate какую-то часть, то есть сделать ее потолще и попытаться эту дыру закрыть. То есть сейчас попробуем изобразить, конечно, быстренько. К примеру... Нет, наверное, я буду быстрее, кисточкой. К примеру, вы скульптили, сделали очень тонкую штуковину какую-то. Давайте сделаем так. Пересчитали ее, и у вас появились дыры. Это значит, что у вас задняя часть полигона, которая была здесь, провалилась, собственно говоря, на обратную сторону, и Dynamesh просчитала это как дыру. Как это исправить? Можно попробовать, как я сказала, раздуть Inflate и опять это все пересчитать. Тогда дыра закроется, и все будет хорошо. С этим нужно быть очень осторожным, потому что дыры могут появиться даже незаметно для вас, и потом сделать вам нехорошо. Вам будет грустно, потому что так случилось. А дыры никуда не пропадут. Продолжаем работать с нашими потрясающими волосами. Тут с кисточкой можно поступить двумя способами. Можно их, опять же, взять, сделать из других саптулов. Можно вытянуть. Я предпочу, наверное, вытянуть, потому что они, наверное, не настолько требуют к себе отдельного какого-то отношения к эти кисточке. И как-нибудь их так сужаю, чтобы было эмпатично. Если дыра появляется, можно и подживем. пока задвинуть. Все наши дыры решит воротник, когда мы его доделаем. Так. Кисточки нужно будет потом, конечно, тоже сделать попышнее, покрасивее, но главное, что они у нас есть уже в картине. Потихоньку у нас начинает собираться уже какая-то более-менее интересная субстанция. Вот. Что нам еще осталось из большого такого важного добавить? Ну, это, наверное, шапка. Очевидно. И шапку можно сделать двумя способами. Если бы я делала ее сама, я бы тоже ее экстрактнула и не парилась с этим. но так как нужно показать еще какие возможности есть, я хочу добавить ее с помощью сабтула отдельного. Думаю, что она больше всего похожа на конус, на два таких изогнутых конуса, поэтому я применю именно его. так. Кажется, у нас получается колпак. Такой колпак, как в американских школах на нехорошо учившихся учеников надевали. Так, смотрите, нужно, наверное, немножко его так подведем и опять же тут можно сделать хитрость. мы его немножко сплющиваем. То есть, мы не знаем, как выглядит определенная эта штука сзади, но мы сделаем такую плоскую немножко и потом потянем. И потом мы опять же можем сделать небольшую хитрость. То есть, нравится нам не нравится наклон, тоже пока не имеет особого значения, но потом решим, как с этим быть дальше точнее. есть такая штучка называется Mirror. У меня она тоже вынесена, вы ее можете найти тоже, по-моему, в Geometry, если я не ошибаюсь. Так, когда все вынесено, так удобно, ничего уже искать не надо. Нашли мы в Geometry, да, в Modify Topology оно лежит. Где она? Mirror пока воспользуемся этим мирром, оно нам прекрасно подойдет. Мы нажимаем мир, собственно говоря, да, спасибо большое, спасибо, друзья, что помогаете. Вот, и нажимаем, собственно говоря, соединить это все в один Subtool, и выбираем ось, по которой нам надо это все смиррировать. и, собственно говоря, у нас получается супер одинаковая, супер симметричная шапка. Теперь мы опять же нажимаем на ней Dynamoge и пересчитать. Она у нас соединяется в такую интересную форму, и, собственно говоря, у нас и получается наша шапка, с которой мы дальше будем работать. Шифтом мы ее склаживаем, чтобы она выглядела симпатично. и дальше мы берем настроить кнопки. Это очень удобно. Я всем советую. И дальше мы берем и, собственно говоря, задаем форму, которая нам нужна. Только не забываем при этом тоже включить симметрию. Симметрия на первых порах очень важна. Кнопку тоже можно двигать побольше, чтобы она можно сделать еще вторым способом. Можно замаскировать часть шапки и, собственно говоря, нагнуть все это сооружение. Но мне нравится двигать так, потому что мы можем задать какое-то более волнообразное движение сразу. И, опять же, это спецкульт. И можно с этим суперсильно не заморачиваться. Если вам нравится опять же двигать такие штуки через мув, то тоже хороший способ вполне себе рабочий. То есть мне просто нравится поработать с этими ушками, придать им какую-то интересную форму. Сделать такую шапку, я бы сказала, орликина. можно, если вы считаете, что она опять же у вас получается слишком тоненькая на краях, немного ее раздуть, чтобы не случилось дыр. Вот. Смотрим. Можно, если хотите поработать на задней стороне, тоже придать какой-то более законченный вид потрясающей шапки. Так. И далее остались сердечки, чтобы их прямо как-то интересно сделать. Опять же, хочу добавить сердечки сразу, вы можете их не добавлять, можете добавлять, мне не нравится. Я их добавлю из простого эсферы. и сделаю тем же самым способом, собственно говоря, что и шапочку. Возьму, добавлю кружочек, поднесу его примерно туда, где у меня будет это сердечко несчастное. Возможно, даже его стоит сплющить немножко, а может и не стоит. Это тоже такой интересный моментик. И не всегда на референсах точно видно все, что будет, собственно говоря, в конечной работе. Можно что-то спокойно придумывать. И тем же самым способом мир, который мы так долго искали, делаем вторую штуку, которая будет страдать сердечко. Далее. Давайте займемся проработкой. У нас все есть. Мы можем спокойно заняться, собственно говоря, нашим прекрасным лицом. Смотрите, для начала опять же советую, кто как очень любит поставить глаза, чтобы правильно наращивать объем веков, если вам это удобно. Если вам это неудобно, то можете глаза не оставить. Они в принципе не играют такую важную роль спектскульпти, к примеру, когда вы делаете каких-то персонажей уже, я бы сказала, геймреди, скажем так. Просто задаем тоже примерное место пока. Мы их тоже можем прекрасно подвинуть, опять же, с помощью мира с темптеровый глаз. Все, пока мы их не будем трогать. Переключаться, кстати, между саптулами можно, зажав кнопку вальт и тыкай на них на экране, если кто-то вдруг тоже не знал. Давайте приступим к самому интересному, к потрясающему нашему лицу. Тут я уже предпочту, наверное, перейти на кнопку стандарт, сделать чуть потоньше кисть саму, чтобы, собственно говоря, думать уже о более интересных и мелких деталей и буду уже потихонечку прорабатывать. Смотрите, здесь у нас есть очень сложное выражение лица и тут тоже можно пойти по двум путям. Можно попытаться его сразу захватить, можно попытаться сделать сначала спокойное лицо и потом уже придать ему более такой смешной вид. Мне нравится нос. Я начну, пожалуй, с него сделаю такую кругленькую пипку, можно сказать. Она сразу придаст характеру моему персонажу. Сразу появится какая-то точка интереса, в которой все это пойдет. Так как у нас персонаж пока симметричный, спокойно задавать лицо и делать собственно говоря какие-то штуки, которые можно примерно так сказать пока тоже супер сильно не настраивать. То есть, к примеру, понятно, что у него будут очень понятные брови и соответственно это будет смотреться и работать на эмоцию. То есть, можно их прямо внести в нашу работу. Если кажется, что разрешение пока слишком большое, то разрешение здесь можно понизить. Тогда будет чуть удобнее разравнивать это все. что сейчас конечно не так сильно и красиво получается разглаживать многих. Далее давайте сделаем ей все-таки века. Смотрите, века будет вытаскивать не очень удобно, если у вас есть какой-то объект тех, кто делал глаза. Для этого лучше включить сбоку транспаренсы. Тогда вы будете видеть, откуда вы вытаскиваете века и сколько вы вытаскиваете. И соответственно, когда она у вас появится на экране, вы не будете удивлены результатом того, сколько вы чего вытащили на поверхности. Вот. Когда вы вытащили его, можно его спокойно отключить. Далее опять же можно это все спокойненько настраивать. То есть глубину века она у нее определенно довольно глубокая. Большие такие выразительные глаза. Понятно, что в профиле это выглядит сейчас еще пока не очень. Это можно опять же все подвигать мугом, сделать более такой задранный нос. Персонаж у нас стилизованный и конечно пропорции очень важны. Но опять же мы бы их более четко отслеживали, если это был не спецкульт. Вот. у кого-то тормозит трансляция, не у всех. Это довольно интересно. так. Здесь мне уже не хватает немножко расчета. Я возвращаю все на место, чтобы сделать и уже более такое нормальное веко. так. смотрите, у нас такая есть отличительная черта у персонажа. У нее довольно уделяющиеся щечки. Нужно это тоже подчеркнуть. Это опять же сыграет нам на характер персонажа. То есть когда мы занимаемся стилизованным персонажем, я бы сказала, это скорее подмечание каких-то маленьких деталей скорее. И их утрирования. Вот. Также нам нужно понимать, что у носа будет тоже не плоская форма, что он будет углублен в щеке. То есть если мы посмотрим, то он у нас идет вглубь, я бы сказала, не прямо наравне с этим местом. Поэтому лучше сделать его чуть по выделяющимся. Далее нам нужно наметить опять же губы. Они у нас будут сейчас будет смешно выглядеть это, конечно, все. Я не спорю. Но нам не придется сделать смешное выражение лица поющее. Также советую использовать кистидем стандарт, чтобы вырезать это все и придавать иногда получаются вот такие криповые эффекты. это все нормально. Не стоит забывать, что куб все равно у нас есть форма и что надо стараться ей придерживаться, придавать более человеческую, я бы сказала, более человеческое выражение лица. иногда с кубами нужно повозиться, чтобы они красиво смотрелись. В принципе, тут идет чередование стандарта и там стандарт и мува как бы в такой части работы. не переживайте, если у вас не получается прямо провести то, вам надо провести с первого раза Ctrl Z Ctrl V и все прекрасно выходит. Стараемся сделать и более милый вид лица. Конечно, это не так легко, как кажется. не забываем про подбородок. Он тоже будет играть важную роль в нашей сцене. Потрясающий. Или теперь, когда мы наметили супер важные части, нужно это все более-менее привести к нашему реперансу. То есть у нас есть глаза, у нас есть щеки, нос. Нужно это все подогнать по размерам, чтобы было симпатично, красиво и не смотрелось так крифово как сейчас. Уши предлагают сильно не заострить внимание. Можно немного прижать, можно стандартно отрезать немного от лица и потом добавить этот эффект волосами. И добавить какое-то углубление, чтобы было понятно, что это ухо, а не что-то. Вот. Затем поправим овал лица, наверное. Сделаем его более интересным. Если мы посмотрим внимательно, то мы увидим, что у нее не просто подбородок, он довольно интересной формы, такой маленький, симпатичный. Давайте это тоже попробуем. можно на этом этапе смотреть, чтобы на профиле это тоже смотрелось симпатичнее и адекватнее. Опять же замечаю, что породник пока, если мы успеем его сделать, он нам будет нужен для того, чтобы сделать красивую симметрию, чтобы было прямо симпатично и было хорошо подчеркнуто вот это вот все. Вся остальная у нас картина. Давайте работаем на дар том, чтобы он тут тоже. В общем-то, я иду снизу и стараюсь уже как-то это все обработать, чтобы оно не смотрелось настолько странненько. А уже имело какой-то, я бы сказала, логический вид. Возможно, если делать обратную кисть, там стендарт, то есть зажимать альт, получаются более четкие формы, можно удобно обрисовывать губы и придавать им большую выразительность. Большую форму прорабатывать более мелкие, так сказать, детальки. не забываем прожимать демп-стендарт, чтобы все это тоже хорошо шло. Также можно на самом деле этот нос больше выделить, потому что он у нас определенно накладной. мне так кажется. Если вы думаете, что это ее натуральный нос, хотелось бы увидеть ваше видение конечно в конце, но мне кажется, что это более накладной нос и можно собственно говоря это подчеркнуть. Также можно сделать более я бы сказала человеческий профиль уже, чтобы он не смотрелся так странно. У клоунов кстати есть такие носы, которые вот именно такой закорючкой. Мне нравится эта идея, наверное, я ее и продлю. я думаю, что мне нравится, чтобы сделать ей более удивленный такой вид сразу, чтобы потом просто экстракт ей брови. Мне нравится эта идея, определенно я думаю, что это хорошее начало. может немножко их подтащить так же форму лица, чтобы сверху она была тоже более круглой. То есть понятно, что наверное она не так сильно близка к пропорциям реального человека, поэтому можно вполне себе позволить сделать ей более какое-то кругленькое ричико, чтобы смотрелось симпатичнее, как у персонажей Диснея, грубо говоря, даже так. Может быть, я даже сделаю ей какое-то утолщение. То есть в стилизованном персонаже мне кажется, нужно играть на больше вот именно каких-то определенных формах. То есть как вот обычно есть круг. Это добрый персонаж. Так, смотри, неотносительно одного глаза, у тебя гизма должен стоять прямо посередине. То есть если он у тебя стоит в центре одного из глаз, то тогда оно у тебя и будет крутиться посетине. Если ты хочешь прям супербыстр это сделать, потому что нужно зажимать control, тянуть и выстраивать заново эту штуку, лучше всего взять и пересчитать в заремеш эту штуку. То есть симметрия, ой, сейчас будет у меня все плохо. Сейчас оно мне все равно пересчитает симметрия, конечно, лицо. Но если ты пересчитаешь заремеш симметрии, то у тебя мув должен вернуться на место скорее всего. если ты через мир раздублировал, то можешь попробовать удалить один из глаз и попробовать это снова. В принципе, нам не нужно их суперсильно крутить, то есть если мы возьмем глаза, то можно просто их двигать. оно у тебя и будет двигаться на основании так сказать удного глаза. Можно попробовать их потащить на середину вот через control вот здесь примерно выбрать середину, где она есть, зажать и оно переместится на центр. Вот. И они у тебя собственно говоря будут двигаться относительно от центра. Если это супербыстрый способ. Вот. Вернемся к лицу. Все-таки хочется что-то успеть сделать симпатичное. Далее нам нужно определенно сделать ей какие-то более человеческие виды, чтобы она у нас была уже с каким-то выражением лица. можно их пошире распахнуть, сделать более четкими за счет демстандарт. если вам кажется, что кисть слишком сильно делает след, который вам не нужен, можно вот здесь в интенсивности ее подвигать в тизгу. Это должно быть по дефолту, если что, эта штука. То есть, если у вас ее нет, то, скорее всего, вы закрыли это окошко. Вот. У нас уже появляется что-то более человеческое, что-то более, я бы сказала, персонажи подобное. Так. Думаю, что я хочу сделать ей более выраженную броду. возможно даже увеличить голову. Опять же, такие штуки рождаются в процессе, и я буду поправлять вместе с волосами, чтобы вас не пугать, но если этого делаете вы, то вы можете отключать то, что он пока не нужен для скульптинга, и продолжать делать ту часть, над которой вы работаете. Если вдруг вам будет удобно, то здесь есть такая функция, как соло. Вы можете выбирать понравившийся, ну или нужно вам с обдул, выбирать соло, и он у вас будет идти отдельно. Вот. Так, так же мне нужно сделать я не просто распахнутая гроза сверху, но еще и снизу, чтобы придать ей выражение лица. Потому что если мы этого не сделаем, то они у нас так раз там сюда. Я хотела выдвинуть наверное глаза чуть по-другому. как-то так. Если вам что-то кардинально опять же не нравится в том, что вы делаете, вы можете прекрасно отменять Ctrl-Z это все. И здесь вот есть шкала, она вам вас будет откатывать по саптулам чуть ли не в самое начало. Но будьте осторожны, если вы нажмете слишком далеко, это, во-первых, может занять очень длительное время, а во-вторых, вы можете случайно нажать что-то уже на том этапе, и, соответственно, вы не сможете откатиться, потому что это потрясающая линия, тайм-линия вашей работы уже будет отсчитываться от того этапа, а не от того, что, собственно говоря, у вас был. теперь нам нужно сделать более выразительные губы, потому что они прям требуют этого. И добавить, наверное, брови. Если вы думаете, что брови это не важно, то вот вам, пожалуйста, пример, где брови, скорее всего, сделают нам сейчас супер вообще большую работу. Еще сначала закончите губы, чтобы они были симпатичны, смотрелись все-таки. И смотрели закончено, что немаловажно. когда обновляются драйверы, то все отдыхают. Так, из-за того, что у меня будет накладной нос определенную, у меня будет немножко странноватая форма для обычного носа, но мне так кажется, в данном случае это правильно. Возможно, этот нос было лучше сделать накладным, в плане сделать прямо шар, но тогда бы мне приходилось постоянно переключаться на него, чтобы поправлять. У меня этот вариант не очень нравится, поэтому я хочу сделать все-таки вместе с этой штукой. Так, мне бы хотелось все-таки добавить ей больше фуклы стихщика, чтобы она была более юной, более симпатичной. Прямо такой озорной клоунесой. больше устроит. Так. девайд это немножко другого. Так, сейчас я прочитаю до конца. Так, большой вопрос. Смотри, ты, значит, ставишь очень маленькое разрешение. Вот, к примеру, если мы выберем тоже с лицом и поставим его на 48 и проведем этой штуки, у тебя будет, скорее всего, вот как у тебя получается. Все становится очень квадратным. Но, так, если мы поставим к примеру 224, ну, то есть это больше даже, чем было у меня, то все, соответственно, станет еще более гладко. Опять же, ты можешь включить здесь сбоку показ полигонов, и ты увидишь, насколько много или мало стало полигонов. То есть, для сравнения, вот моя сетка, вот как было если прежде намешивать на 224. То есть, смотри, еще на разрешение динамыш, это очень важно. И да, кстати, пользование динамышем приходит с опытом, потому что иногда даже не понимаешь, зачем он нужен, но потом приходит прямо супер понимание. Давайте сделаем ей брови, чтобы у нас получилось выражение лица. И давайте продолжим с бровями. Давайте сделаем ей брови, чтобы мы наконец получили какой-то потрясающий вид, чтобы у нас было что-то более-менее адекватное в плане почему у него нос круглый, почему у него такое странное выражение лица и прочее делаем тоже экстрактом, экстрактом конечно уже не как я выставляла с такой большой цифрой, то есть опять же повторяю следите за толщиной, чтобы она была адекватна. Такого я думаю нам хватит. Нет, нет, ее не надо нажимать, нажимать, ты можешь просто зажимать control и двигать она у тебя будет пересчитывать если динамыш включен. в этом-то и все удобство так опять же можно сгладить это все чтобы это было посимпатичнее с бровями надо поаккуратнее потому что все-таки и поставить им разрешение наверное побольше control у нас существует для разных действий и он работает динамыш то есть можно взять попробовать пересчитать зажимая control он у нас shift он управляет у нас вес сучью вот так опять же если вам кажется что брови слишком тонкие и при динамыш они у вас могут опять же раз превратится в дырки можно использовать inflate и раздуть немного бровь чтобы оно пересчиталось более адекватно и ровненько так и мы уже видим даже что что-то у нас получается похоже на то что у нас есть предлагаю немного помудрить с волосами еще чтобы они были в нормальном состоянии опять же но смотрелись более симпатично более адекватно во-первых давайте сделаем чет челку более кругленькие более симпатичными ты не бойтесь придавать кстати челкой какими-то прядками больший объем можно использовать отдельные пряди кстати если у вас есть на это время желание можно прямо постараться сделать прическу из отдельных прядей так а и не забудьте отключить симметрию это тоже супер важно иначе у вас будет двигаться не только челка но и все остальные волосы будет не очень симпатичны также можно издать какой-то парабор чтобы выглядело более адекватно сохраняемся нужно ой спасибо очень сложно на самом деле одновременно и скульптить и говорить я стараюсь чтобы вам было не скучно и повторять свои действия чтобы было понятно конечно иначе я боюсь что много кто запутается и не поймет большинство того что происходит вот просто подгоняем волосы и делаем их более симпатичные можно на этом этапе как раз придать асимметрии которая у нас здесь присутствует чтобы больше к этому не возвращаться Дарья очень помогает тем что она кидает гайды по кнопкам конечно большое спасибо потому что многим это будет очень интересно и показательно и я думаю все с удовольствием посмотрят потом или сейчас даже если успевают и собственно говоря поймут куда и что жать и может быть повторять это все уже с большим успехом я бы так сказала я думаю с волосами можно даже и закончить на этом этапе то есть мы придали какой-то асимметрию прекрасно думаю все хорошо на спецкульте я думаю что этого вполне достаточно можно также проработать прямо какие-то прятки отдельные чтобы было понятно что тут идет но у нас сейчас наверное уже не будет вот этого времени поэтому давайте сделаем в таком варианте и предлагаю сделать короля нашего потрясающего потрясающей сценки воротник чтобы он прям подчеркивал то что уже есть и скрывал отсутствие нашей шеи которую можно конечно вытащить тем же собственно говоря всеми господи маскировкой что мы делаем мы можем сделать очень хитрую вещь то есть массе симметрия на две стороны но если мы сюда зайдем то у нас есть более хитрые радиальная симметрия которая сейчас у нас включена по другой оси нужно выяснить какая ось наша как только мы это выясним мы увидим что мы можем работать с нашим воротником прямо по периметру что супер удобно если вы делаете какие-то вазы какие-то горшочки что-то в общем круглое что требует обработки с каждой стороны собственно говоря наш потрясающий воротник как раз таковой штукой и является мы можем взять отключить даже сделать соло чтобы сделать ему красивый взять стандарт можете выбирать любое количество лепесточков которые вам нравятся можно жабо да это будет жабо это просто великолепно и можно собственно говоря начинать сначала мы сделаем просто узор стандартный как примерно как на картинке не бойтесь что он у вас прямо не супер совпадет ничего страшного я не думаю что кто будет считать эти складочки их обычно никто не считает поэтому не волнуйтесь насчет этого и просто делаем симпатичные баланчики у нас в принципе уже получился великолепный братник или его основу если вам хочется сделать больше похожим и сделать сердечко то конечно придется вернуть стандартную симметрию чтобы ничего уже не попортить давайте мы вернем нам было включено по и добавим сюда собственно говоря наше сердечко которое у нас есть на референсе можно все-таки удобным способом можно и не добавлять на самом деле оно не является таким уж важным таким уж важным элементом здесь просто мне нравится я хочу немножко заморочить то есть такого резного воротника было бы вполне себе достаточно да даш будет вести у нас в москве теперь наконец-то оффлайн 3d это супер круто потому что я знаю что многие об этом просили многие мечтали так сказать ходить ну не все людям ходят ходят ходить на онлайн занятия но некоторым хочется и общаться проходить занятия в группах вживую это тоже очень важно и очень ценно если у вас есть потребности в общении в живом если вам так комфортнее поэтому обязательно записывайтесь я думаю что ей будет тоже очень приятно можно прямо это сердечко как-нибудь сделать симпатично и собственно если воротник вас устраивает можно на этом этапе его уже повернуть и сделать более похожим на то что у нас есть можно его немножко сузить в каких-то местах можно его расширить то есть придать ему как раз этой потрясающей законченности незаконченности вроде того так просто берем и смотрим если нас устраивает вариант этот то делаем если не устраиваем не поворачиваем мне хочется его еще вот здесь немножко подкладить поиграть со складками чтобы они были не везде равномерные хочется все-таки чтобы он был какой-то интересный муки ты не стесняетесь включать транспоренты чтобы управлять удобно внутренней частью я думаю что мне достаточно такого варианта с ротником его можно повернуть и сделать более похожим по ракурсу как на картинке как я говорила отсутствие шеи как раз он у нас закроет она нам была вообще не нужна можно просто поправить под него теперь волосы чтобы они полежали как на референсе вот и собственно говоря немножко уже смотреть добавлять какие-то дополнительные штрихи которые нам нравятся мне бы хотелось еще успеть добавить ей более суженный рот я не знаю больше добавить опять же можно удобно делать мувом пока что поднять его может чуть-чуть повыше кстати сказать но мне не очень нравится как уходит в общей сложности тут судья по работе стена носа вот гораздо симпатичнее все все успевают у всех все хорошо я надеюсь что никто не скучает и все успевают ни у кого не возникает никаких трудностей подсказки все просматривают которые скидывали и я определенных добавить и пару ресничек есть конечно более удобный способ сделать это кистями которых у нас сейчас здесь на панельке но он и более сложный в плане взять и прям провести чтобы реснички у нас получились длинные красивые может кто-то захочет пробовать это вот такая вот кисть которая втягивает у нас вот такие штуки можно прямо натыкать этих ресничек они будут каждая по отдельности это довольно взмутерный способ и на спецкульптах обычно времени на него конечно нет поэтому какой есть вариант вы можете замаскировать то место в котором у нас подразумевается ресницы сделать такой макияж карли квин на минималку и экстракт опять же смотрите на толщину которая вас устроит вот и что мы тут делаем мы опять же это все можем намешать можем складить сразу тут не столь важно здесь мы их эти потрясающие ресницы немножко отрываем от того места где она у нас есть и делаем такую пластиночку из ресниц которая как раз и будет служить нам создавать этот эффект ресничек можно опять же попытаться вытянуть всему если кому-то так будет удобно если есть какие-то еще комментарии пожалуйста не стесняйтесь мы можем о чем-нибудь поболтать о чем-нибудь поговорить или хотя бы дайте мне знать что с трансляцией все хорошо сейчас разговаривают нас оба собой так отлично в общем то сейчас мы просто вкладываем ей реснички делаем что-то вроде их все работает отлично спасибо еще раз так сейчас я бы сказал у нас есть как раз немного времени на то чтобы проработать какие-то вещи которые вам интереснее всего а мне так кажется что с ресничками прям смотрится даже если это какие-то просто минимальные реснички смотрится всегда гораздо симпатично гораздо лучше гораздо лучше прямо придется какая-то такая девчачество можно кстати делать вот такие я бы сказала треугольнички вытягивать опять же это затрата времени и на спецкульт не всегда вот этот маленький красный червячок это у тебя в строк включена лэзи маус посмотри включена ли она у тебя если да то ее нужно выключить это значит что у тебя есть шаг кисти которые собственно говоря позволяет теперь рисовать чуть плавнее и это очень иногда удобно но не всегда такая функция очень удобно когда вы делаете что-то длинное и ровно если вы к примеру будете пользоваться инсерт кистями когда-нибудь у вас будет какие-нибудь цепи сложно сейчас помнить конечно какие-нибудь шовчики еще что-то и вам нужно будет провести это все дело то оно вполне делают удобно у вас даже если у вас рука очень сильно дрожит она все равно будет стараться делать это все супер плавно и ровно вот в таких случаях лэзи маус конечно довольно сильно нужно да так можно еще немножко это уменьшать можно не уменьшать я тоже буду пробовать так наверное но не в глаз конечно внутрь но не в глаз конечно тут может быть еще и нижняя века но если честно она здесь из эмоций довольно утрированно да кстати когда работаешь с людьми иногда проще говорить не прям возьмите пять кнопок динамэш и там все смешайте это ротейтом через не знаю мир лучше говорить более понятными терминами которые сразу человек запомнить то есть отзеркалить для русского человека мне кажется более благозвучно звучит чем мир из мир что с этим делать отзеркалить все понятно сразу мы по аналогии можно как бы пройтись в общем то так по всему круто кстати что есть люди которые работают за семьи и они могут передать сразу знания подрастающему поколению ну и думаю что можно под конец добавить симпатичные сердечки какие-нибудь сделать не просто кружочки собственно говоря уже какие-то осознанную форму этим прекрасным формам мы можем выделить то есть если вы успеваете вы можете взять кизитем стон до стендер это сердечки я сейчас как раз хотела сделать если вы хотите опять же тут можно уже удариться в какие-то более мелкие проработки если они вам нравятся это наклон головы тоже надеюсь мы успеем сделать в принципе смотрите есть прекрасная кисть тем стендер ей удобно пользоваться конечно делаешь волосы можно проводить собственно говоря сначала одной прядкой и затем проводить обратной стороной зажав у нас получается прямо локом и собственно говоря можно так сделать все волосы прямо если есть желание есть время проработать какие-то более мелкие пряди можно сделать кудряшки попробовать добавить ей поворот то есть если вам это интересно то можете заняться волосами но я бы хотела еще добавить сердечки к примеру на голову и соответственно повернуть да как сказал тигран это был очень интересно когда случится поворот головы это собственно говоря мне кажется придаст как раз с законченности всему что есть значит так давайте вернемся к сердечкам мне подсказывают что да есть десять минуточек но мы должны уже быть быстры опять же можно сделать сердечко как мы делали воротник оставив фона середине и сделать с супер симметричный но мне кажется будет гораздо интереснее если сердечки будет не супер одинаковыми так можно сердечки просто вытянуть ну можно просто сделать стандартам это вполне себе уместно так как мы их сразу сделаем немножко плосковатыми они будут смотреться более гармонично в центре в центре потому что они все таки не такие у нас объемные на референс из-за того что здесь есть акварельные такие нотки можно так что добавить мы прямо разделение хотя у него такого нет но в принципе по мне будет симпатичненько опять же сердечки если бы мы делали большую работу сразу понятно нужно выравнивать и по размеру и подстроить их получше и колпак тоже нужно сделать по размеру по четче последнее что я хочу успеть сделать это добавить объемы сзади к упаку чтобы у нас все-таки была нормальная голова а не такая спустая что работали мы конечно больше над видом фаз и скорее три четверти чем над профилем но все-таки так это оставлять тоже не совсем правильно поэтому я просто добавлю логики колпаку который будет завершать наш потрясающую голову придавать нужного логичного объема чтобы наша девочка не смотрелась как странный инопланетянин с плоской головой вот думаю что так вполне себе достаточно теперь есть два способа повернуть это все дело так как он уже заканчиваем почти работать предлагаю выполнить самый простой потому что если мы будем делать это через транспорт мастер это займет какое-то время и боюсь это не очень хорошо лучше всего переместить потянув все что у нас есть воротник вниз и взять кнопочкой маржа это у нас тоже геометрия по-моему находится вот смотри под прямо опять же все у нас с этой штукой перед под нашими саптулами есть кнопка марш там можно все это соединить вместе чтобы это было быстрее вот будет вылезать такая табличка можно назвать всегда окей тогда это сделается очень-очень быстро и соединяем нашу клонность которая у нас получилась и соответственно как только мы соединим можно взять и немного наклонить отключить симметрию обязательно иначе на счастье разведется и немного наклоните голову подвинуть под наш великолепный воротник наклон здесь небольшой поэтому не перестарова не перестарайтесь чтобы у нас голова никуда не улетела и соответственно если вам вдруг захочется поправить что-то на этом этапе лучше уже использовать кисть не муф а муфта получим чем она отличается от кисти мув она двигает только определенный саптул который четко отделяется в всем сборе саптулов то есть если мы включим сетку то увидим что сетка немножко разных цветов то есть она у нас здесь есть и синенькая зелененькая в общем самых самых разных цветов это нормально то есть если мы будем брать сму то мы увидим что мув сразу тягает глаз и ресницы и прочее прочее если мы возьмем муфта получим то мы увидим что он работает только с одним саптом который собственно говоря мы тянем он не затрагивает другие что очень удобно когда вы хотите поправить уже соединенные какие-то линии сделать что-то уже более детально более четко смотри мы соединяем все у нас саптулы через маршал это вот здесь находится внизу по всеми саптулами и просто поворачиваем колесом тут нет никакого секрета есть еще более сложный способ через транспорт мастер он сам соединяет когда мы нажимаем вот эту кнопочку он сам соединяет нам все саптулы вы можете двигать как поворачивать делать все что хотите маскировать и затем собственно говоря получаете результат от транспорт мастера который вам нужен